Валентина из любви в большом городе 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 Я отрезал этот мир от себя раз и навсегда. И журналистов, и вот эти все комментарии, все. Для меня это стоит только зрители, все. Филипп, вот утро, чашка кофе, включаешь телефон. И ссылки, 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 обвал просто это в один момент произошло, возвращаясь к этому вирусному ролику. Честно говоря, я это делал не для взрыва. Я даже когда получил этот ролик, я его один раз просмотрел, думаю, ну да, милый, все, и дальше поехал. И забыл. И через два дня, когда его выложили. Но это говорит о том, что это стопроцентное попадание в аудиторию абсолютно разное. Причем мне присылали не артисты, мои коллеги, или режиссеры, которые могут понимать или ощущать эту проблему, а просто там огромное количество... Ты не представляешь, какие люди мне звонили. Ты не представляешь, какие люди мне звонили, которые мне вообще никогда не звонили. Причем даже говорили, Филипп, ну вот мы не являлись твоими поклонниками. Но здесь... Но здесь просто... Я же тебе позвонил. Ты мне тоже редко звонишь всегда, практически никогда. И поэтому вдруг вот, и я понял, что, наверное, что-то произошло правильное. И очень хорошо. Ну, это не значит, что я там сел и запрягли, и поехали дальше на эту тему. Нет, это я сделал, забыл. Все. Но дело в том, что я к чему говорю, что ирония обязательно помогает. Поэтому если вот ты меня спросил, где сниматься, где я себя вижу, ну, Гамлетом я себя не вижу, мне действительно не поверят, что я Гамлет. У меня, кстати, много очень трагического, потому что я достаточно много пережил, и пережил в себе. Потому что за счет, из-за своей профессии, я все свои переживания, особенно за последние 10 лет, я не мог их показывать. А как снимаешь это? Вот это интересный вопрос. Вот иногда предохранитель перегорает, и тогда вот случаются некие такие... Жди, ну, уезжаешь, тебе надо кое-что. Что это? Нет, он перегорает, потому что я не отдыхаю, я не пью, да, я не курю. Я практически там веду нормальный образ жизни, но это все накапливается. И нету выхода этому, и вот тогда случается какая-то спичка, и вот тогда сдают нервы, и вот тогда происходят вещи, из-за которых я себя потом ненавижу. Внутренняя агрессия уживёт у тебя? Ну, живёт. К сожалению, вот из-за того, что вот вокруг такое всё наэлектризованное. Но я стараюсь... Сейчас с появлением детей всё изменилось. С появлением моей жизни детей я по-другому вообще смотрю на всё. Мне самое главное, чтобы у них всё было хорошо. И всё остальное такая суета для меня, что я смотрю, на это не реагирую. Я прихожу, я расцениваю свою работу там, а работа у меня не сольные концерты, не... Это в кайф. Это там, где я один властитель всего. А работа это «Песня года», «Золотой граммофон», где куча вот этих всех коллег, которые только... Ну, есть друзья среди коллег, их очень мизерное количество, и то я не могу сказать, что это друзья. Но есть, есть, есть там очень маленький круг. А в основном это всё вот этот вот клубок целующихся змей, и всё. И я на это просто... Я смотрю, я в своём панцире, я вхожу, я прихожу. Да, многие сейчас... А почему ты не поздоровался? А я просто никого не вижу. Я прихожу, иду до своей гримерной, готовлюсь к выходу, постараюсь приехать прямо к выходу. Выхожу на сцену, никого не вижу, выхожу, всё, и ухожу со сцены. Если надо прийти на репетицию, чтобы избежать подобных ситуаций, как было с «Золотым граммофоном», когда девушка там совершенно непотребно мне, Тони, начала делать какие-то замечания, не имеющие отношения к чему, я сорвался, и всё это закончилось с диким скандалом. Я сейчас на репетиции не прихожу, у меня приходит ассистент. Снимает всё на камеру, я дома смотрю эту репетицию, где мне встать на сцене, всё. То есть я прихожу только на выступление и обратно. Никаких репетиций, никаких помощников режиссёра, никаких общений с посторонными людьми. Ну и к кино. Ой, кино, да, возвращаясь к кино, наконец-то в этом, в любой большом городе Три, Мариус Вайсберг мне доверил уже чуть ли не главную роль в этом фильме. Тут у меня уже не несколько фраз, не каких-то кусочков, а здесь у меня конкретная роль, без которой бы не было бы этого третьего фильма. Вообще, что за сюжет? К чему идёт? Сюжет потрясающий, сюжет очень смешной. Опять-таки, Святой Валентин появляется в жизни этих трёх моих, шестерых моих персонажей, трёх пар, тогда, когда у них в очередной раз наступает некий кризис. Пары те же? Пары те же, дети выросли, ой, ну дети чуть-чуть подросли, и, естественно, возникает проблема с этими детьми. Один хочет налево, другой хочет направо. Папы устали от брошенных на них детей мамами. И они говорят, господи, да чтобы вы выросли уже, наконец-то уже достали. Вот нет, чтобы вот сразу стали большими и всё. И дети, и Святой Валентин, как всегда, это, ах вы, так хотите? И в одну ночь дети становятся взрослыми самцами и девушками такими, да? И мамы приезжают и видят, что, а что это за люди? С папой спят, с одним папой спят две близняшки, две девушки. Она говорит, что ты, кого ты привёл? И выгоняет собственных дочерей. У второго, второй папа с сыном просыпается в одной кровати. А ты надо им всем наблюдаешь. Да, с папой с сыном просыпается. Мама приходит, ты что, поменял ориентацию, что выгоняет собственного сына из дома с позором? Ну и так вот всё происходит. И пока не разобрались, что к чему, ах, Святой Валентин, ах, это он виноват, значит, Святой Валентин. Они врываются ко мне, и я говорю, я, к сожалению, уже не могу исправить ничего. Только одно, что если меня поцелует любимая женщина, тогда я лишу своих чар, этих силы, и всё станет на свои места. Любимая женщина, получается? А любимая женщина Шерон Стоун. Ну, она в нас в фильме Блейк, Энджела Блейк, она у нас. Она не Шерон Стоун, она у нас, её образ там. Энджела Блейк, всё, Энджела Блейк. То есть, Энджела Блейк, а где? В Лас-Вегасе. Всё, едем в Лас-Вегас. И берут Валентина, который там гламурный бомж. Даже не гламурный, а просто бомж. Он такой, я достаточно там смелый эксперимент. Как всегда, Мариус не щадил мой внешний вид, и я там, и мне надо было поправиться для этой роли, мне надо было выпустить седую бороду, всё это сделать, всё это... И ты с радостью на это всё пошёл. Я с большим удовольствием на это всё пошёл, потому что все знают Филиппа Киркорова. А вообще у меня всегда в голове, как Гурченко, являясь потрясающе красивой женщиной, как она жёстко над собой экспериментировала в фильме «Пять вечеров». «Пять вечеров». Да, или там «Старые стены» фильм, или какие-то ещё, где она там просто бомжиху играла в небеса обетованные, да. То есть я вот этот пример у меня перед глазами думаю, я тоже так буду, я буду и разным, и мне нечего стыдиться, я хочу вот то. Это моя роль, я бомж, значит, я буду бомжом. И мы, значит, отправляемся в Лас-Вегас, где начинаются все перипетии. Филипп, ты знал, что ты будешь сниматься с Шерон Стоун? Я её, собственно говоря, организовал. Да, рассказывай, продюсер. Дело в том, что так получилось. Мариус говорит, нужна звезда, нужна большая звезда, тогда будет шутка, тогда понятно, что у него любимая девушка – это вот икона. Я говорю, ребят, ну давайте я, может, поговорю с Шерон Стоун, а не так и до меня все. Ну, типа, я в своём уме, я говорю, ну я просто с ней знаком. И мы очень общаемся, она мне написала песню, я её записал. Она написала стихи на песню, а я знал, что любовь может быть жестокой. И она написала английский текст, ей очень нравится эта песня. Как знакомство состоялось? Очень давно, где-то мы случайно пересеклись на каком-то большом мероприятии за границей. Я выступал, и она, ей понравилось, как я выступаю, и она ко мне подошла, я пел даже, помню, какую песню, пел «Вива ля дива». «Вива ля дива, вива Виктория». И чувствую, идёт ко мне через весь зал, роскошная женщина. Я так смотрю, а я знаю, что много звёзд очень было. Я смотрю Шерон Стоун, а у меня сразу основной инстинкт, сразу вот это детство, отрочество, юность, Шерон Стоун. И она идёт, и она поднимается по лестнице ко мне, и начинает это вот «Вива ля дива» и всё. Ну и всё, после этого я, значит, меня пригласили к ней за столик, и мы сидели весь вечер, как будто знали друг друга тысячу лет. Ну и всё, с этого времени мы стали общаться. Ну и ты звонишь Стоун? Я, да, я звоню Стоун, она говорит, ну пришли мне сценарии, пришли мне, всё, я прислал. Тут же говорю, давай, а у них ещё, у ребят ещё не было сценария даже, собственно, обработанного, так только, ну нужна звезда. Я говорю, срочно мне пишите, пока, куй железо, пока горячо, срочно надо, я с ней договорился, она ждёт сценарий. И мне написали какую-нибудь одну страничку историю, всё, я послал. Она говорит, ну, интересненько, интересненько, ну там время, я говорю, Шерон, давай, пожалуйста, всё. И потом начались долгие полтора или два года тянучки с этим процессом. Нет, не с ней, с фильмом. Ну поэтому сценарий так вылезали, и так его филигранно сделали, что когда сказали, всё, начинаем. И вот тогда я говорю, слушай, я боюсь, сейчас она пошлёт. Пошло два года, это некрасиво. Но я говорю, ну ладно, делаем попытку номер два. Шерон, hi, remember our script Love in the City, 3. Yes, yes, вот это такое, я говорю. Ну вот, всё, начинаем. Давай. Всё, нет, она очень хорошо, давай. Я тут же переключил продюсеров. Всё, я договорился, yes, есть. Теперь решайте вопрос уже всего остального. И я даже считаю, что эти... И заходят на площадку Шерон, что это помощники отдельно, как? Это такая демократичность. Это лишний раз говорит о том, и подтверждает тезис о том, что чем больше звезда, чем она круче, тем всё проще вокруг и адекватнее. И чем она из себя ничего не представляет, тем больше этого ненужного пафса. Ассистент один, ассистент второй, гример, она приехала в свой гример, она приехала в 5 утра, как штык, из Лос-Анджелеса, тяжело. В 5 утра была на площадке уже в степи, мы снимали в какой-то этой невадовской пустыне. Вот, и всё, она быстро загримирована была, одета была, и всё. Ну и как? Ещё один дубль, ещё один дубль, всё. Вот всё, что надо, вот эти все легенды, басни про несносный характер Шерон Стоун, я не знаю, как где, но на фильме «Любой большом городе» этого не было. А вот ты у себя в биографии помнишь тот момент, тот день, час, год, когда у тебя вот эта история большой звезды, а, соответственно, те детали маленькие вот этой конструкции, когда вот о чём мы говорим, чем больше звезда, тем демократичнее отношение. Я просто видел несколько райдеров недавно, звёзд. Ты видел мой райдер? Бутерброды? Послушай, я видел, я не знаю, попадался тебе, и ты даже не знаешь, о каком я говорю, но я когда увидел... Я догадываюсь. ...эту, я не поверил, я говорю, ну это невозможно, они что, на полном серьёзе это говорят? Вот это? Угу. Цыплёнок табака оттуда и только оттуда? Угу. Нет, я к этому отношусь как к работе. А когда у тебя это? Когда? Или это было всегда? Это всегда, это я просто по родителям, это просто... Я не знаю, может, я был бы другим, если бы у меня не были артисты-родители. Но я с этого, я с детства всё это вижу, и я вижу, что это просто работа. Вот на работе вот я солдат. Я солдат, может, это ещё знак зодиака, телец. Я очень трудолюбимый, я очень работоспособный. Я могу работать 24 часа. Все вокруг валятся. Я стою незыблемо. Да, это факт. А есть другая сторона истории. Когда ты приезжаешь куда-то и видишь, что к тебе относятся потребительские. Ну это было очень давно, когда на тебе тупо зарабатывают деньги. Вот тут я говорю, ах, вы решили из меня сделать средство добычи? Хорошо, по-другому сформулирую образ. Когда ты начал пресекать, считать вот эту ситуацию, это же с опытом приходит. Ах, так? Да. Это видно, это видно, как к тебе относятся. Но в последнее время как-то очень так всё хорошо встречают, как просто любимого человека. И не хочешь ничего, приходишь в гостиницу, всё накрыто. Какой твой райдер? Ну, мне главное, чтобы была хорошая машина, чтобы можно было вытянуть мои длинные ножки, чтобы придя в аэропорт, сразу как-то попасть в определённую зону, чтобы оградить от лишнего ажиотажа и не создавать это безумное состояние, когда начинают рвать на части. Ну, для этого есть один выход – частные самолёты. И к этому, к сожалению, потому что это очень дорого, к сожалению, но я пришёл. Поэтому сегодня я передвигаюсь исключительно на частных джетах, чтобы не создавать никаких проблем ни в аэропортах, ничего. Приехал тихо, сел в самолёт, приехал к концерту. Точно так же, например, город Казань. Прилетел в шесть, вышел на сцену в семь, после концерта собрал свой чемоданчик и улетел спишь дома. Секундочку. А посидеть с любимым артистом? Посидеть – это у меня исключено. И все это знают всегда. Независимость от званий и чинов. Я это… Не потому, что я ставлю себя выше, нет. Просто, ну, считаю, что мне это не нужно. Меня многие не понимают. Я знаю многих своих коллег, которые это обожают. Вот. А мне просто сказать нечем. Потом я знаю, что ни к чему эти встречи не ведут. Филипп, а вот такой вопрос. Думаешь о будущем? Ну, да. Из-за детей. Ну, не день-два, а там… И не год-два, а десять. До рождения детей, опять-таки, я не думал. Что ты через 10 лет собираешься делал? Ну, я бы… Я буду думать, что еще петь. Потому что я буду себя держать в форме. Я буду стараться… Смотри, мы встречаемся в конце года. И, конечно же, я знаю, что ты смотришь, ты киноман. Да, да. Я люблю ходить в кино. И теле. Я очень люблю ходить в кино. Но, кстати, это мало кто знает. Действительно. Вот. И ты реально отзывчивый зритель. А ты знаешь, как я вообще попал в кино? Нет. Вот давайте две секунды расскажу. Как я попал в кино в любом большом городе? Случай. Я пошел на фильм «Гитлер Капут». Я такое удовольствие получал от этого фильма. Я не знаю, то ли под настроение попал. Я знаю, что такие фильмы смешные, даже дурацкие, но они под настроение. Вот он попал в настроение. И меня прямо село, понимаешь, слушай, как я хочу. Сказать продюсерам, просто сказать или режиссеру, что мне понравилось. Вот просто как Филипп Киркор, благодарный зритель. Все, я звоню Семенович или Собчак, я не помню кому. Я говорю, слушай. Нет телефона? Посмотрел, да, дай мне это. На тебе вот Сережа Ливнева, продюсера. Я позвонил Ливневу, говорю, Сережа, я вот Филипп Киркоров. Он не поверил сначала. Я говорю, это правда Филипп Киркоров. Мне дико понравился фильм «Гитлер Капут». Я просто, ой, спасибо. Он говорит, ну здорово. Я говорю, ну если вообще будете что-то, обращайтесь. Я с удовольствием, мне нравится ваша команда и все. Не прошло три дня. Мне звонит Ливнев, говорит. А вот тут есть. Это Сережа Ливнев, да. У нас тут есть одна история очень такая. Пометуя наш разговор, ну что в ящик откладывать? Я давайте вам пришлю. Сценарий. Да, сценарий. И мне присылает этот, значит, сценарий. Валентин, я сразу понимаю, что это моя роль. Я сразу говорю, да, да, да. Но тут вступает в игру Мариус Вайсберг с такой режиссером. Говорит, все хорошо, у меня к Филиппу Киркорову нет претензий, но нет. Почему нет? Ну нет и все. Ну вот это вся эстрадная история, то есть это не будет Святой Валентин, это будет Филипп Киркоров. Все будут понимать, что это Филипп Киркоров, все. Короче, я вспомнил историю попадания Мадонны в фильм «Эвита», как она сам, там же ее не хотели. Они никак не хотели ее на эту роль. И я вспомнил эту всю историю, и я просто взял измором всю эту команду. Команду, группу, включая Мариуса. Короче, они сдались. Ладно, все, Киркоров пусть приезжает на «Эвит». А все-то думали, что за тобой бегали так, чтобы получить герстарк. Герстарк. Нет, что ты, я бегал за ними. Но, когда я приехал на площадку в Нью-Йорк, и мы сделали первый дубль, и все это... Скажи, как ты был прав? Вот, слава богу. Мы просто, Мариус, ну надо им отдать должное, слушай, ну вот как вот, что значит, не надо читать эту всю глупость. Вот как мы были? Мы боялись. Я говорю, ну объясни причину. Почему ты не хотел снимать Филипп Киркоров? Ну у нас серьезная компания, это кино, тут без этих эстрадных штучек, без этих закидонов. А ты такой оказался, я говорю, я рабочая лошадка. Я просто, ну, надо было просто чуть глубже посмотреть, и единственный, кто верил в меня, это был Ливнев. А он всегда, ну это нормальный парень, все, ну абсолютно артист, это артист. И вот они, когда увидели, что я без этой всей короны и без всего, они приняли, вот только это была причина, почему они не хотели снимать меня. Нормально все. И все-таки, конец года, твои радости, разочарования, то, что порадовало, то, что заинтересовало за год прошедший, с чем ты заходишь в год? Ну, я опять-таки тебе скажу, все свое время и всю свою жизнь я посвящаюсь сегодня детям. Это у меня самое главное. Первый фильм, который ты покажешь своим детям? «Вечера на хуторе, близи конец». Ну, это рано. Ну, вот он такой какой-то для меня знаковый фильм, я не знаю, вот покажу им это. А вообще они у меня уже смотрят шоу «Другой». Вот эту сказку, которую мы придумали, последнее мое шоу, оно действительно сделано как сказка, как мюзикл. И вот им ставим, и вот они… То есть они знают, что артисты? Они уже знают, они знают. Вот я хочу, чтобы они знали это, чувствовали, чтобы у них была эта возможность. Так что, ну пусть, ну так. Филипп, с наступающим Новым Годом, всего самого наилучшего здоровья деткам, и встречаемся в следующем году, здесь же обсуждая актерскую работу в новом проекте. В твоем. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...